Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Если программа видит, что, ну скажем так, видит, ребенок не попадает в один детский сад, она ему подыскивает место во втором. Как попасть в детский сад? Ответы на актуальные вопросы о дошкольном образовании из первых уст. Остается покрасить нам только балясины и перила, которые существуют, деревянные. Поддерживаем чистоту и порядок. Городские коммунальщики продолжают работы по благоустройству курорта. Кузница талантов. Лучшие педагоги музыкальной школы номер два получили заслуженные награды от депутатов муниципального совета. Летние кафе, бесцеремонно занимающие землю общего пользования, тротуары, скверы, проходы к морю, должны или работать в рамках закона, или закрыться. Глава НАПы настаивает. Дымящие в пешеходной зоне мангалы, пиво на пляжах и навязчивые услуги торговцев должны уйти в прошлое. Юрий Поляков призвал подключиться Роспотребнадзор и Росприроднадзор к решению многолетней проблемы курорта. Устроить столовую под открытым небом, преградив при этом путь пешеходам. В сезон ежедневно можно выявить десятки подобных фактов. Темы наведения порядка в курортной зоне не сходят с повестки дня. Глава НАПы требует категорических мер к новоявленным рестораторам. Теперь улица Горького. Почему столы там стоят? Вывисим ее еще чуть-чуть. Да не надо вывозить, надо запретить им там просто. Они используют нашу муниципальную землю. Они используют тротуар, что непонятно. И далее следующий объект там есть тоже. Хоть на полметра, но надо на тротуар выдвинуться. Это неправильно. Лишним элементом на тротуаре является и кафе у санатория «Кубань». Руководство предприятия эту забегаловку называет продолжением ведомственной столовой. Вот он просто стоит мангал, допустим, около санатория «Кубань» в сквере. Мало того, что там в сквере, что попало стоит, там кафе, горки, машинки, там вообще беспредел какой-то нам в городе делается. В ближайшее время точку общепита навестят специалисты Роспотребнадзора. Администрация намерена добиваться в судебном порядке освобождения этой территории. Положительного результата глава ждет и в ситуации с торговлей, развернувшейся у яхт-клуба. Уже дважды стихийный рынок отключали от электроэнергии, которую он берет в ближайшем санатории. Более того, в производстве арбитражного суда Краснодарского края находится иск администрации к владельцам яхт-клуба. Требование властей города признать недействительной сделку по передаче в аренду земельного участка. Как только иск удовлетворили, ответчик тут же подал апелляцию. Но позиция главы неизменна – освободить пляж от рынка. Порядка Юрий Поляков требует и в вопросе санитарной очистки курорта. Причем претензия не к городским коммунальщикам, а к коммерсантам. Такие картины, как в проходе на Фатине, неприемлемы. Договора на вывоз мусора под торговыми объектами. У нас в проходах везде там, я так понимаю, грязь. Кто вывозит мусор там, с кем заключены договора, Эдуард Викторович, со стороны о торговле. У нас масса объектов, которые работают без договоров. Кинули бумажки или еще лучше курни коробку принесли, как вчера, с мусором поставили и пошли. Все объекты торговли должны заключить договора на вывоз мусора. Все поручения находятся на личном контроле главы города. И в продолжение темы. Муниципальный контроль выполняет поручение главы Анапы. Въявление незаконных объектов общественного питания и торговли происходит ежедневно. Факт самовольного захвата земли общего пользования выявлен на Пионерском проспекте на улице Морской. После того, как на собственника были составлены материалы и направлены в административную комиссию, деревянные настилы, навесы он решил демонтировать самостоятельно. Штрафы, тем не менее, ему не избежать. Территорию также освободили от холодильной камеры подмороженные и точки реализации кваса. Гости, которые захотят побывать в Анапе во время чемпионата мира по футболу, смогут посмотреть на расположенный в живописной кассе маяк, символ курорта, а также побывать на руинах античного города и прогуляться с пешеходными экскурсиями, сообщил информационному агентству ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константинить. Цитирую, на территории Анапы расположено порядка 25 объектов туристского показа, заповедники, памятники археологии, объекты сельского туризма и многое другое. На курорте действуют свыше 45 экскурсионных и туристских маршрутов. Министерство туризма края, по его словам, рекомендует посетить храм Святого Ануфрия Великого и Анапский археологический музей Гаргипия. Цитирую, гордость города и его санаторно-курортный комплекс. В частности, на территории Анапы разведаны минеральные воды четырех групп. И в городе функционирует пять общедоступных питьевых бюветов. Еще одиннадцать на территориях здравниц. Также Анапа знаменита своими виноградниками и сортами лечебного винограда. Поэтому здесь развиты объекты агротуризма. И можно принять участие в энногострономических турах, посетить винодельческие предприятия и экофермы, добавил Христофор Константиниди. Курортный сезон стартовал, но коммунальные службы продолжают заниматься благоустройством города. Сегодня основные работы развернулись в районе речки Анапка. Подробности в нашем материале. Речка Анапка и территория, прилегающая к ней, это одно из самых многолюдных мест курортной зоны. По поручению главы города, коммунальщики сегодня утром здесь установили урны. После обеда рабочие занялись покраской забора вдоль речки. Работает бригада из пяти человек. Покраска полностью перил и ограждений по мосту, по одному мосту и второму мосту, к фатиме. Мы видим, что здесь ограждения в нормальном состоянии. Остается покрасить нам только балясины и перила, которые существуют деревянные. Это мы выполним сегодня. И также произведем ремонтные работы через деревянные мосты, через речку Анапку. И будет он покрашен, тоже работы будут произведены сегодня. Следят коммунальщики и не только за эстетикой и красотой. В числе приоритетов – безопасность жителей и гостей Анапы. На пересечении улиц Крылова и Ленина в районе скорой помощи появился новый тротуар. Теперь на этом опасном перекрестке не два, а сразу четыре пешеходных перехода. Здесь многие переходят дорогу. Я здесь работаю. И в ту сторону всегда перехожу дорогу. И будет безопасно. Пешеходный переход здесь однозначно нужен. Потому что раньше приходилось перебегать, как, извините, стрелянный заяц с одной стороны на другую сторону. И это проходило вот таким путем. Туда перешел, сюда перешел и потом сюда добрался. Вот таким образом. А сейчас я смотрю, есть пешеходный переход и я прям довольна. В ближайшее время здесь будут установлены дополнительные знаки и нанесена цветовая разметка. Помимо этого, переходы сделаны с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Информация для водителей. На Пионерском проспекте, на участке от моста через реку Анапка до проезда Тополинова, будет выделена полоса для движения общественного транспорта во встречном направлении. Такое решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения по предложению отдела ГИБДД по городу Анапа в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Встать в очередь на место в детском саду лучше сразу после рождения ребенка. При этом следует внимательно отнестись к выбору дошкольного учреждения. Также не стоит пренебрегать такой формой, как группа кратковременного пребывания. Если вы выбрали в свое время в электронной карточке ребенка, ну то есть стали на очередь в два, в три детских сада, то должны понимать, что программа распределит в один из трех детских садов. Туда, куда действительно ребенок попадает. Где раньше очередь закончится, какой сад даст больше мест. Если программа видит, что, ну скажем так, видит, ребенок не попадает в один детский сад, она ему подыскивает место во втором, не попадает во второй, в третий. С одной стороны, ситуация, когда есть альтернативные варианты, может серьезно ускорить процесс. Но с другой, от путевки, которую выдала автоматическая система, отказаться уже будет нельзя. Поэтому альтернативы также должны быть приемлемыми. Как рассказали в управлении образования города-курорта, в сельских населенных пунктах очередь идет значительно быстрее. Например, в Джигинке детей принимают, начиная с двух месяцев. Пока движется очередь, педагоги рекомендуют записываться на кратковременное пребывание до обеда. Этого не происходит автоматически. Нужно писать заявление. При этом ребенок будет получать дошкольные образования и навыки общения в коллективе. Всего в Анапе порядка 7220 мест в детских садах. Ежегодно путевки получают более 2500 юных анапчан. Уже начато строительство детского сада «Орленок» на 80 мест в центре Анапы. На улице Лазурной откроется садик на 160 мест. В 2019 году планируется получение софинансирования из федерального и крылового бюджетов на строительство детского сада в Хуторе в Воскресенске на 140 мест. И сейчас администрация муниципального образования ведет переговоры с Министерством образования Краснодарского края. И готовится документация проектно-сметная. Проходит экспертизу на строительство садика на Ленина 191А. Вот по этому адресу на 280 мест. Лучшим педагогам заслуженные награды. Депутаты муниципального совета посетили детскую музыкальную школу номер 2. Здесь обучаются талантливые ребята под руководством настоящих профессионалов. Молодые музыканты показали свое мастерство, которое известно уже далеко за пределами Краснодарского края. Сергей Лекарев – живая легенда музыкальной школы. Кажется, что гитара и он – это единое целое. Обладатель десятков дипломов всероссийских и международных конкурсов, Сергей признается, за всем этим стоит ежедневный труд и педагогический талант его педагога Светланы Масловой. Светлана Петровна дает очень дружеские советы и не только по динамике, по музыке, допустим, какие штрихи в каком месте играются, то есть как правильно. С ней можно навсегда найти общий язык. То есть она очень грамотно занимается сама по себе с учениками, очень грамотно. Чтобы ребенка научить чувствовать музыку, нужно достучаться до его сердечка. Он очень добрый, он очень отзывчивый ребенок. Он всегда делится и своими успехами, и советуется, если у него какие-то затруднения и в жизни, и даже в любви. Сегодня поздравить педагогов и выпускников музыкальной школы приехали депутаты муниципального совета. Анатолий Диченко баллотировался по этому округу. После избрания взял шефство над талантливым гитаристом, оплачивает все поездки и помогает с ремонтом музыкальной школы. Теперь вместе с председателем совета Леонидом Кочетовым намерены сделать пристройку к местной общеобразовательной школе. Сейчас готовится документация. Принято нашим решением сделать легкую конструкцию, которая будет прилегать к школе нашей. Для того, чтобы перенести туда раздевалки, разгрузить немного основные помещения школы, чтобы детям было удобнее заниматься. Ну а в этот вечер все поздравления были педагогам и их ученикам. Перед почетными гостями выступили лучшие вокалисты и пианисты. Вы сами видели, дети преображаются. Они идут на сцену, стесняются. Но когда они начинают петь или когда они начинают сыграть, все, они уже где-то в другом мире. В завершение встречи депутаты городского совета вручили педагогам благодарственные письма. Руслан Душевский, Анапа, регион. На площадке Всероссийского детского центра «Смена» молодых людей из регионов Южного федерального округа учили разрабатывать и продвигать собственные проекты, начиная от муниципального и заканчивая федеральным уровнем. Участникам проекта читали лекции продолжительностью до одного часа. Затем сразу выдавали практические задания, в которых можно было применить полученные знания. Среди навыков создания и продвижения проектов – работа в информационной среде. Организатор форума «Молодая гвардия Единой России» До этого практиковались в основном локальные обучающие семинары. В таком формате, чтобы на одной площадке собирались представители из разных населенных пунктов, мероприятия проводятся впервые. В дальнейшем аналогичные форумы пройдут и в других федеральных округах. Мероприятия подобному этому действительно крайне важны. Почему? Во-первых, потому что у ребят есть возможность развивать свои идеи, проекты, обсуждать их и расширять их на уровне всего Южного федерального округа. Каждый приехал своими идеями, проектами из своего региона. Соответственно, итогом этой встречи станет реализация каких-то идей уже на более высоком, даже может быть, федеральном уровне. Жители и гости города-курорта знакомились с бессмертными творениями Гомера, поэмами «Илиады» и «Одиссея» в рамках краевого фестиваля «Античное наследие России». Это была одна из тем открытого фестиваля книги «Память народа культура хранит», который состоялся накануне в Ореховой роще. Мероприятие организовали Центральная библиотека и Детско-юношеская библиотека филиал номер один. Действовали интерактивные библиотечные дворики с книжно-иллюстрированными выставками, экспозициями, мастер-классами, викторинами и конкурсами. Гостей развлекали творческие коллективы Дому культуры молодежной. Еще один блок посвящен Дню России. Частью праздничной программы стало проведение литературно-патриотической акции «Воспеваю я Россию». Сотрудники библиотек раздавали прохожим буклеты с официальными символами России, рассказывали о государственном празднике, о его истории и значимости, а также знакомили с произведениями, посвященными разным вехам в истории Кубани и современного Краснодарского края. Древних были витрила, ширь и даль черноморская степь. Тыковыльную вечность хранила, поднимала на пажитях хлеб. И в годину военной тревоги, в лихолетие терновых невзгод, оседлала коней быстроногих, казаков снаряжала в поход. Били шведа и наполеона, сколько хватит отваги и сил. Поднимая России знамена, брали приступом Карс, Измаил. Незабытые дымные даты растоптали фашистскую хмарь. Застаничные белые хаты, гордый славою град Краснодар. Открытый фестиваль книги «Память народа культура хранит» подарил присутствующим море положительных эмоций, встречи с живой музыкой, зажигательными танцами и хорошей книгой. МЧС предупреждает анапчана о возможных ливнях с грозой и градом, которые будут сопровождаться порывистым ветром до 20 метров в секунду. Также возможен резкий подъем уровня воды в водоемах. Такая погода обещает продержаться с 15 июня и до конца выходных. Управление гражданской обороны и защиты населения настоятельно рекомендуют жителям и гостям Анапы соблюдать меры безопасности. А далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.